Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время ООН запрети Иисус учеником Своим, да никому же глаголю Таним. И начат учите их, якоподобает сыну человеческому, много пострадати, и искушену быти от старец, и архиерей, и книжник, и убиену быти, и третий день воскреснути. И не обинуйся слова глаголыше, и премегу Петер начат претить ему. Он же обряжся, возрев на ученики своя, запрети Петрове глаголе, иди за мною, сатану, яко не мыслиши, я же суть Божия, но я же человеческа. Я призвав народу с ученики своими речаим, и же хочет по мне идти, да отвержится себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Послушаем, как они звучат. И запретил Иисус ученикам своим, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И говорилось им открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отодет меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за мною». Вот такие евангельские строки мы с вами слышим. Если мы посмотрим евангельские тексты несколько выше, то услышим вопрос Спасителя, за кого почитают его ученики. Вот мы с вами видим, как апостол Петр, будучи устами своих собратьев, восклицает, что ты сын Бога Живого. Тем самым, в тот момент, чётко понимая и исповедуя это, что их учитель, он не только человек, но и Бог. То есть он говорит о природе божественной. Здесь он Христа, Сына Божьего, называет по природе, ещё раз скажем, по существу своему, как того единородного Сына Божия. Не человека, обожествлённого, наделённого какими-то свойствами уникальными, а именно признёт Бога, ставшего человеком. Господь говорил ему о том, что блажен ты, Пётр, потому что не плоть и кровь тебе это открыли. Да, что не сам ты догадался путём каких-то рассуждений, размышлений, а Бог, Отец, тебе открыл это. И вот сегодня мы с вами слышим о том, что Господь запрещает учитькам своим говорить о нём. Тут же может возникнуть вопрос, но как же? Ведь Личность Христа является самым центром евангельского благовестия, что если о нём не говорить, то тогда что же делать, то зачем тогда всё? Ведь как раз во имя Его проповедуется покаяние, во имя Его проповедуется спасение. Он спаситель, пришедший в мир. Но вот здесь вот как раз Господь запрещает ученикам сведения, говорит о нём как о Боге, иудеям. Почему? Потому что апостолов бы никто слушать не стал. То есть ответ здесь довольно прост. Да, иудеи, они были воспитаны, научены, вере правильной, в то, что Бог един, верят в единого Бога, Творца. Но вот то, что Бог может стать человеком, для обычного иудея, ну, эти вещи казались бы наряду с какими-то языческими заявлениями. Так как у язычников, скажем, можно вспомнить мифы Тревней Греции. То, что мы видим, да, пантеон богов, боги там сходят на землю, то есть что-то там происходит, принимают участие в каких-то событиях. Ну, по большому счету, живут обычной человеческой жизнью. Кроме того, что умирать им не приходится. Соответственно, и здесь, если бы апостолы сказали, что Христос есть Бог, ставший человеком, ну, они не были бы восприняты. Да, то есть со временем, уже после того, как благодать Божия сошла, Дух Святой сошел на апостолов, уже после того, как явилась церковь, то есть тогда вот так вот постепенно стали формироваться вот эти догматы о Боге. Да, и был сформулирован догмат о троичности божества, то, что Бог является Отцом, Сыном и Святым Духом. Это воспринято было христианами. Опять же, во многом благодаря той благодати, которая в церкви пребывает. Потому что для человека вот эти слова о том, что Христос есть Бог, для человека, скажем, обычного, без помощи Божией, ну, что ж, они могут или быть соблазном, или безумием. Вот Господь и говорит ученикам, что если не говорите то, что вы сейчас поняли, и сейчас, да, думаю, в воскресенье говорите об этом. Начал учить их то, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, перосвященниками, книжниками, быть убитым, в третий день воскреснуть. И говорила всем открыто. То есть видим, что здесь он находит учеников своих уже готовыми для того, чтобы услышать уже всё вот так вот ясно. То есть вы, ученики, вы уже поняли, да кто я есть. Познали, ну, насколько, да, в данный момент вы это можете познать. Приняли это, уверовали. Так вот, знайте, что будет со мной дальше. Очень важно было это сказать им, потому как ведь ученики Христова, они были дети народа своего, дети времени своего. И они во многом разделяли те мнения иудейского народа, что Иисус, будучи мессией, должен стать земным царём, правителем земным. Тот, кто решит все земные вопросы, тот, кто поставит, наконец-таки, иудейский народ на своё, правильно, высочайшее место. И вот на этом уровне мессия воспринимался. То есть иудеи, книжники да фарисеи не учили чему-то более высокому. Ни о какой духовной, там, божественной жизни речи вообще не было. Ещё раз скажет, мессии относились как к земному правителю, наделённому особой властью земному правителю. И вот ученикам очень важно было здесь не ошибиться, чтобы именно так не продолжать относиться к Христу. С одной стороны, мы можем представить их восторг от понимания того, что наш Учитель, Он ещё и Бог. Потому что представить только, это что же нас ждёт, какое же чудесное время скоро наступит. Более того, мы-то ведь и ближайшие ученики, это же какая же слава коснётся нас. Правда же, наверное, многие бы люди рассуждали подобным образом. А Господь им, смотрите, говорит, что что сыну человеческому много должно пострадать, быть отверженным, причём отверженным как преступнику, как изменнику, как худшему из людей, быть убиту, в третий день воскреснуть. То есть слова воскресения, как здесь нам показывает вообще история евангельская, очень долгое время не воспринимались. То есть слова о том, что его убьют, понимались, о том, что воскреснет, не понимались. И не потому, чтобы воскресение как-то совсем не укладывалось в умы апостолов, а в силу того, что не могли это представить, что чтобы, мол, воскреснуть, надо, чтобы смерть наступила. Но как она наступит, когда Он Бог, когда Он всемогущий, когда Он Сам может воскрешать? На какой смерти может речь идти? А тем более, ведь такая слава им должна быть наследуема. Опять же, скажем, славу земную рассматривали. Не небо, не жизнь вечная, не царство Божие было целью иудеев, а именно вот это земное состояние. Отсюда нам понятно поведение Петра, которое последовало дальше. Он, назовав Христа, начал прикословить ему. Но апостол Марк здесь особо подробностей не описывает, возможно, из особой любви и уважения к своему учителю, потому что апостол Марк был учеником апостола Петра. Возможно, здесь подробностей не говорит. А ведь что Петр говорил Христу? Что учитель не будет с тобой такого. Да, мол, как бы иными словами сказать, он чуть ли не сомневается здесь в правдивости, что ли, речи Христа. Пытается их исправить, говоря, что, то есть, да, ты, возможно, говоришь что-то нужное, но ты не прав в данной ситуации. То есть ты, Мессия, не будет с тобой такого. То есть здесь вот эта некая убежденность Петра в своем правильном понимании вообще вопроса, связанного со спасением. А Господь же, протившись, взглянув на учеников своих, воспрятил Петру и сказал, «Тойди от меня, Сатана». Ну, здесь Сатана как противник, да, то есть отойди от меня тот, кто сопротивляется тому, что я делаю, как Бог, ставший человеком. Да ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. То есть вот твое привычное земляное представление, твое привычное человеческое понимание, но в данный момент делайте противником для Бога. И вот тоже для нас вопрос, как вопрос и повод порассуждать, что как часто мы в своем Богообщении и в своей духовной жизни ищем человеческого, не Божьего, а человеческого. Как часто мы свою духовную жизнь порой бросаем от того, что не находим в Боге помощника в наших земных делах, которые нам зачастую кажутся, ну что ли, наиболее важными, наиболее нужными. Давайте снова послушаем, прочитаем вот это. Ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Возможно, не того и ищем мы, возможно, не с той стороны заходим, возможно, неправильно приоритеты расставляем. Несомненно, Бог и в земных вещах всегда нам готов быть помощником, но не в ущерб нашему спасению, да не в ущерб нашим душам. И подзывав народ, Господь сказал им, кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Откажись от всего того, что тебе мешает быть со Мною. Хочешь быть со Мною, отвергнись от всего земного, от всего, опять же, привычного, человеческого. Возьми крест свой, то есть будь готов идти за Мною даже до смерти. Да, и следуй за Мною, то есть исполни волю Мою, исполни заповеди Мои. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли. Читали мы Евангелие от Марка, главу 8, с 30 по 34 стих. Всем нам напоминаю о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!